Слава Иисусу Христу! Игнатихнович, рад вас видеть. Слава Христу! Есть такой длинный и сложный стих для понимания многих. И вот я бы хотел у вас задать вопрос, чтобы вы его растолковали. О чем речь здесь идет, потому что не всем удобно понятно, особенно сектанты, для них этот стих вообще недоступный. И мне, конечно же, и людям. Вот стих в посланиях евреям. Сейчас я его зачитаю. Апостол Павел пишет. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к адатую Нового Завета Иисусу, и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Так, а вопрос в чем? Вот вопрос и в том, что вот так, что-то картинка пропала. А, все началось. По порядку, по порядку вот объяснить, что вот значит с первого, вот к горе Сиону, что это означает, какое... Перед этим несколько стихов просчитайте. А потом на этом сразу останавливаемся и будем беседовать. Хорошо. Так. Вот я с 18-го-то начну. Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. И дальше. Но вы приступили к горе с иконами. Вот он говорит, что было, в каком состоянии находился народ издалека. Даже зверь не мог прикоснуться горе, за эту черту перейти. И теперь речь переводит, в каком состоянии находятся люди, которые приняли Христа через благовестие. Другого пути нету. Ни через иконы, ни через мощи, через благовестие, через принятие Христа своим спасителем. И говорит, те приступили к горе Сиону, пылающей огнем. Вот делает сравнение. А вы к чему приступили? Люди даже не знали. Он стал им открывать глаза. Посмотрите, это все вам принадлежит. Вы же молитесь. Вот сектанты стоят рядом с нами, всяких категорий. Мы с ними беседуем. Сначала говорим до своих, а потом обращаемся к ним. А вы как? Далее мы приступили. Как приступить? Вопрос состоит, как на земле они знали? К горе нельзя приступить. А нам наоборот. Мы приступили и не знаем, куда приступили. То есть речь идет о недосягаемом. То, чего глаз не видел, ухо не слышало. И апостол Павел просто показывает. Там они содрогались, боялись, страшились. И Моисей. А вы спокойно все. Нежные девицы, престарелые. Об этом Иоиль говорит. И младенцы всех призовите. Туда, Господи, веди твоих героев. 3.10. Вот теперь это исполнилось. То, что обещано было на день святой Троицы. Для вас лучше, если я уйду. Там обители приготовили. А если не так, то приготовлю вам обители. И дальше Господь все это разъяснял. А вообразить это нельзя было. Никак. В житии Василия Нового говорится, что ему там была дана обитель по размерам, равная новому Риму, Константинополю. Ему еще это как по дешах какой был. 1800 комнат они столько все равно не занимали. Но, однако, и видение показало. Просто, может, чтобы мы представляли, а представить не с чем и зачем, когда все другое. Не пьют, не едят. Все по-другому. И поэтому только одно восхищение остается. Не знаю, в теле или не в теле я был. Он видел, и теперь все это своим последователям, которые через его проповедь пришли, он говорит, там были такие. Они не вошли в обетованную землю. А вы уже вошли. Имена ваши написаны на небесах. Почему? Кровь Иисуса Христа отверзла все. И он начинает сначала по-малому. К чему мы приступили? Первое. В горе Сиону. Вот там он говорит, горе, и тут говорит, горе. Видите как? Теперь пошла уже дорожка к сравнению. А что Сион? А что такое? А вот где Иерусалим? Где здесь? А я говорю о другом. Если бы они говорили об отечестве, то имели бы возможность вернуться, Павел говорит, о патриотизме. Но они имели в виду горнее. А в горнее в любом месте, где ни там, ни здесь. В духе истине. Бог есть дух. И он теперь полностью показывает отречение от земли. И теперь полностью поднимает людей на небо. Горе Сиону. Горе. Вы не поднимались, не ходили. Ну а мы-то и кровью Христа. Вы сподобились там быть. Людей надо было убеждать. И он это им написал. Вы приступили, мы приступили. А где? В жертве Христа. Он уподобил себе. Как говорится, Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Вот это обожение наступило. А люди даже не знают. И Павел теперь им открывает. То, что открыл во втором послании к Коринфянам. Горе. Как? Ну как? А какая? Не знаю. Но только там они не могли прикоснуться. А вы приступили. По его повелению. Не просто приступили. Ваши имена записаны там. А Моисей говорил, если ты их не помилуешь, и мое имя и сторни. 32 глава исход. А здесь наоборот. Вы вписаны. Но тому Господь говорит, радует. Не так радуетесь, что бесы повинуются и выходят. А что ваши имена написаны на небесах. Я помню, когда экзамены сдавал в сельскохозяйственный институт. И внизу вывешали списки, кто поступил. Проверил. Меня там нету. А кто-то подошел и говорит, на втором этаже второй список висит. Я, наверное, всех обогнал туда смотреть. А почему? Я из дома выехал, потому что отец дал мне 3 рубля. Вот на них я должен был поступить, учиться, работать и есть. 2.30 отдал за билет. Осталось 70 копеек. Да как мне не быть экономным? Как мне не искать небесного, когда на земле такая тяга-то? Ну, я попутно все говорю, потому что это прошло через меня, и мне так легко запоминается. Это мое. Пережитое. Но если где-то меня били, я помню. Где-то угощали, я знаю. И дальше приступили. Какое воображение? Никакого. Но примерно можно, он называет горой. На небе гор нету. Дальше говорит, о храме сделай по образу небесному. По образу небесному. Да, он сделал. А потом открывает и говорит, а храма я не видел. Да как же мы по образу небесного сделали? Тебе еще раз суждать. Господь показал. А потом сказал, вы храм Бога живого. А дальше, а тут говорит, Господь сам есть храм. Ну, как храм? Храм входит. Ну, ты слушай, больше тебе ничего не надо. Ничего не надо расспрашивать. Только слаб твой Аллилуйя. И так Горя Сиону, который не знаем, не воображаем, но радуемся. Им нельзя, их побьют, а нас зовет. Как приступили молитвенно? Духом. Восхищен был до третьего неба. В теле, не в теле, не знаю. Дальше. И к ограду Бога Живаго. Вот, Живаго. Живаго, то есть живого. Бог живой. И город принадлежит не тому, кто первый завоюет, тому невесту отдаст. А Господь говорит, вы приступили к нему. И в этот небесный град. Первым вошел тот, от которого прятались. Разбойник. Значит, все. У него ни икон, ни мощей, ни таинств, ничего. Ныне будешь со мной в районе. На это не надо уповать. Да кого же без этого? Не было еще церковь основана. Не было таинств. Это пошагово все идет. И надо было ждать. Сидите и ждите. Вот монастырское время было 10 дней. Монастырям всем во всем мире отпущенное время было только 10 дней. А в этот день Дух Святой вывел их. И они как орлы разлетелись по всей земле, говорит Иоанн Златоуст. Ну, а какой? Не знаем. Но надо поверить в это. К небесному Иерусалиму. Вот тут легко сказать. Если бороду попортили и земной Иерусалим не пустил, то мы в небесный идем. И какой бы он ни был захрящий, но если он хоть чуть-чуть верующий, он сразу думает. Почему? Сразу говорим. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 6-й, 11-й стих. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Это образы для нас, достигших последних времен. То есть нам ставят всегда образец. Вот такой человек, ты подражай ему. А здесь Павел от обратного, перечисляет все погибельные места, куда забрели люди. Все поражения человечества и говорит. Это образы для нас. Смотри, тебя ли пощадит Господь. Если тебе ветви не пощадили, а вас пощадил, не гордись, а бойся. Природное отрубило, тебя привил. И все осели. А то спорили, кто важнее. Елены или Иудеи. Ну и дальше. К небесному и Руцарь. Мы приступили. Почему? Потому что есть вороны мы туда. Наши имена записаны. Мы уже граждане. Я приступил, я к дому пришел. И как теперь я пойду куда-то там и кому-то склоняться-то? Какие-то другие религии там или обещания или пытки. Ну что вы говорите? Да как же я могу это сделать? Я прописан все. Я каждый день приближаюсь. Теперь говорит, что? Ну, царство небесное для нас ближе, чем когда мы уверовали. Ну что тут мне осталось-то теперь? Я вижу, погибают, болеют. Вот, ну, я считаю там про этих-то. Такой-то знатный мужчина был, за ним гонялись женщины. А теперь каждый час я три раза хожу в туалет. Он говорит-то. Ну, я думаю, мне-то еще сносно в три часа один раз. Почему? Ну, об этом тоже говорится в Писании. Так что я ничего тут не оскоромил. Дальше. К небесному Иерусалиму. Ну, вот это я сказал. Да. И тьмам ангелов. О! Один ангел только пришел к Маной, и то упали. И он показал жезлом, прикоснулся к похлебке там. И сколько было? Страхи и трепети. Что было съезда, мы считаем. Святами, когда питался. А мы к тьмам ангелов приступили. От одного все трепещет. Падает. И вдруг к тьмам приступили. Тьмам, а сколько, не знаем. Тьма это означает 10 тысяч по единице. А в общем-то выражение тьма, то есть бесчетное. Такое, такая. Падут по тебе пять тысяч и десять тысяч, а десну и тебя, 90 псалом. А там говорится тьма слова. По-славянски. И дальше. Приступили мы. Защита какая будет нам? И к торжествующему собору и церкви первенцев. Вот. Первенцев, которые при Павле вошли, которые раньше их, которые выведены были из преисподней. Это первое. Я не говорю о начатках. Каждый из нас. Может вы будете начаток для Казани. Для татар. Ахая, говорит. Потому обратился первый. Ты начаток. Вот я в своей семье начаток для этой окрестностей. Для меня никто этого не знал и не говорил. Как радостно осознавать. И златоуст говорит. Что бы теперь ни было. И которые люди обратили. Все это тебе Господь будет приписывать. Потому что. Вот у меня, которые нападают. Мне это было смешно. Вот это наше где-то. Они невест получили все через меня. Через занятия. И делали с врагами. Любят детей. А дети-то без жен не были. Жену-то ты здесь обрел-то. Она в юру была. А теперь пришла. И ты ее отсюда увел. Ну ты маленько будь благодарен. Где она родилась-то? Для нее-то. Я родил вас благовествованиями во Христе Иисусе. Я для них отец. А этот временный-то умер. Его и нет. И никакого следа нету. Кроме природных пороков. Которые оставил им. Вот здесь-то теперь и подумать надо. А что? Ну молись. Малые дети разыгрались. Дальше может по-другому будет. Я им говорю. И ты, я говорю. Сейчас подкапываешься под меня. По теряевке один говорю. А тебя бы не было. Кабы я не привел отца твоего. По теряевку. И там они познакомились. Потому что с его отцом я был близко знаком. Близко-близко. Родственные были. А что он на небе, а его отец? У меня даже грамот сомнений нет. Подвижник. Герой веры. Дальше. Тьмам ангелов. Это значит, что все это воинство. Вот это все небесное. То есть мы не чужие. Между нами перегородок нету. Вот так. Там ангел, когда появлялся, все трепетало. А кто? За меч схватился Иисус на вену. Он говорит, сними обувь твою, вместо сия свято. Кто это был? А он подумал, там написано, ты ли супостатов? Нет. Я начальник воинства. Вот у каждого народа свой ангел, охраняющий. А у израильского народа Михаил Архангел. Ну, это вот он, знаете, у Даниила. Дальше. Торжествующий. Это что значит? Вот торжествующий собор. То есть все. Вот откуда взяли слово. Церковь говорит две части. Одна торжествующая на небе, другая страдающая на земле. Слово торжествующая взято только отсюда. Больше нет нигде. А это что, церковь торжествующая, повторяет все. А где? Не знаю. Мы говорим точно. Так открыто было апостолу Павлу, Духом Святым. Они торжествуют. Чем занимаются? Что едят? Что пьют? Ничего не знаем. И не надо вторгаться в это. Торжествуют. Это точно. А как же там под жертвенником? Да коли не мстишь, владыка. Тебе не надо противоречия искать. Это о том же самом. То есть Духом своим они знают, что проходит на земле. И что эти, которые расстреливали, раскулачивали, они живые, получают пенсию. Почему их не наказывают? И сказано, данного ли мы одежда, чтобы они ждали, когда полное число войдет их. Вот это то же самое. Торжествующее. Да, в этом и есть торжество. Что полная уверенность, что все станет на свое место. Справедливость восторжествует в абсолютной полноте. А что на земле нет справедливости? Златоуд говорит, это самое мощное доказательство, что будет суд Божий. Бог справедливость. А умирает, говорит, тот насыщенный, кости мозгом его, и детишки, как те детишки, прыгают. А вот, значит, где-то в другом месте справедливость будет, когда каждый получит. Щада, ты получил доброе, то и в жизни твоя лазать злое. Ныне он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот Луки 16 глава высветилась здесь. И далее. Из собора церкви первенцев, написанных на небесах. Значит, написанное мы убедились, Христос сказал, что имена ваши написаны. Когда человек обращается, имя его вписывается. А то, и сглажу тебя, Господь говорит. И не посмотрю, если ты будешь идти другим путем. Об этом говорится в 3 главе из Икииля. И мы должны принять это. Не так, что, что бы я ни делал, Бог все прощает. А теперь, что бы правду какую ни делал, согрешил Господь, не поменется никакая правда твоя. И чем ближе к финишу, тем сильнее усиливает бегун. Так и здесь. Не так, что я старый, поэтому не разрешен, и я буду курочек жевать. Нет, брат. Ты наоборот теперь утвердись в том, что достиг. Не избавляй этого темпа. И вот здесь первенцы на небесах. Мы к ним приступили. Мы не свои. Это не чужие, а свои для них, для всех. Потому что они уже достигли, а мы не достигли. У меня это стихотворение есть именно такое. Когда я прихожу, и там все уже знакомые были. В душе такая радость. А выделились сны, не видел никогда. Мне не было показано. И я за это Бога благодарю. Ни голоса ни разу не слышал, не видел. Просто молился и посвящает терпение, радость, смирение. Вот так. Ну вот, написанных на небесах. И дальше. А вот в храме, который писались имена на небесах в Ветхом Завете, это вот об этом речь, да? Вот на это указывало? А они не знали ничего про это. А там, говорю, говорено было, что они прописаны, а дальше что? Как? А для нас уже картина более открытая. Почему? Есть видения, святые, которые были, сады, какие птицы. Один я встречался с ним, и он в шахте завалил, окажется, с его. И он как раздавленный был. А потом вот выжил. Вот знаете, я, говорит, не могу сказать вам. Ну вот вы павлина видели? Я говорю, да. А воробья? Ну, воробья, я что, я их ловил, знаю. Так вот, наш воробей у них, как павлин наш. А какой павлин, даже вообразить, говорит, невозможно. Вот такое сравнение дал. Вот написано, все, мы вписаны. Когда человеку вот говоришь, а вот он не принимает. Я ему все доводы дал, беседы мне раз. А я вот не верю никак. Я ничего не могу сделать, не вписан. Тебе не вложишь ничего, тебя нету там. Нету, и ты ничего не можешь принять. А если ты вписан, тебе эта дверь открыта. Теперь небесный свет осиял тебе во свете Библии. Я же не думал так называть. К истинному православию. Во свете Библии, открытым оком. Все до одного слова, а не показывать, чем человек живет. Да. И к судье всех, Богу. Вот. Что он именно судья всех, Богу. И вот меня это больше всего страшило. И я шел. Мы избавлены от этого. Но, однако, страх никогда не покидай. Начало мудрости, венец мудрости, страх Господень. Страх Господень, как бы его не огорчить. Как бы не прогневать Господа. И когда вспомнишь, да где был, да что, да. Господи, Господи. Даже один идешь и думаешь, ой-ой-ой. И сразу схватаешься за эту веревку. Господи, не отпущусь. И к духам праведников, достигших совершенства. Так, прямо душа у человека есть, которая называется духом. Духом. Это в разных местах Писания так говорит. То есть она духовная, и, наконец, на нее слово дух. И вдунул дыхание, вдунул дух. Про душу не говорится, про Адаму. Дух. Это и есть душа. Но когда говорится дух, душа и тело. В таком случае, душа это второе от дуалистического разумения человека. А дух это его настроение. Слезное, скорбное, гневливое. Какой дух? Дух, душа и тело должны быть в святости. А такие места встречаются открыто прямо два раза. Там еще есть два раза, так косвенно. Вот насчет духа, души и тела. Молитвенно как? Мы приступили, то есть мы вместе с ними, и мы разговариваем, реально это ощущая. Вот лестница, так и называется, лестовка. Раньше называлась не щетки, а лестовка. Но это не лестовка. Но разницы-то никакой нет. Лестница. По ней мы восходим. И мы приступили к ним. Мы еще на земле. Но это одна и та же церковь. Торжествующая и борющая, страдающая, терпящая гонения, поношения, клеветы. Но мы уже записаны. Они ничего не могут сделать. Духи праведников, это получается святые? Да. Которые уже там находятся? А в этой крови Христа, уверовавших, принявшего Его, где они до этого были? В преисподней, при Христе жили? Или до наших дней, которые были? Я не говорю о канонизированных, потому что все может быть по-другому. Кто не канонизирован, там и будет. А при мудрости Соломона, и говорит, а когда они увидят, что он спасен, там, вторая, третья глава, они будут удивляться, как? Вы же помните, что там написано-то? Что неожиданность его спасения, при мудрости Соломона, не каноническая книга. А мы-то его испытывали, ему горящий борщ за воротник заливали, а он молчал. И да удивятся их, что он спасен. Но вот это будет самое большое удивление. Вот эти все, Георгиевы там или и прочие, Максимовы, их ждет великое разочарование. Вот я, которые, вы ответы насчитываете, я почему-то думаю, что вам открыто это. Вот, ну, Осипа, Ткачева, вот эти вопросы им переадресовать. А они ответят так? Они бы прислушались только, они не могут ответить. Во-первых, не пережито, и он только списывать может, кажется, похитить. А сам он ответить не так, он два-три слова, и описание, будущее, жития, каноны. Что святые отцы сказали, он понятия не имеет. Что учили? Ну, я тоже в школе учился. Формула Герона. Я сейчас даже одной буквы не напишу. Формула Герона, это не гипотенуза. Это такое сложное было, а мне давалось легко. Забыто все, почему я ни разу не пользовался. Вот руку при вяжении пользуюсь, и наконец она как плеть повиснет. Вот так. И духом праведника это лучшее доказательство, что молиться святым. И святым можно. Мы приступили сегодня как, не умом только, что я буду там, где они, и что я записан, может, в одну и ту же книгу с ними, а в том, что мы с ними разговариваем. А разве они могут слышать? Ну вот, слышат, а не видят. Да коли немцы. 6 глава 9 стих Апокалипсиса об этом говорит. Да это говорится и в книгах Маковейских. Да и так понятно. Мы только видим, что переход не умер. Для инфинтистов это никогда не понять. Или свидетели Иегова называются. Раз души нету, куда они приступили? Достигшие совершенства. И при том духам праведников. Души, которые принадлежали слово праведников в родительном падеже. То есть кому принадлежало. Родительный падеж, запомните. Это наиважнейшее. Я впервые стал подчеркивать безукоризненность. Почему? Не как-то праведники, а духи праведников. Принадлежавшие праведникам. А тело погребено в земле. И прах восстанет. Душа войдет в тело. И ни одна волосинка не исчезнет. Вот так. Что там еще есть? И ходатую Нового Завета Иисусу. Да, вот ходатай. Как ходатай? Ну так. Образно сказать, когда мы на суд уже нас влекут, здесь на земле. А мы его приняли, доверились, поверили. Иисус показывает раны и говорит, отец, я за него страдал. Это образно. Чтобы не думали, что отец не знает, показать надо. Ну, то картину нарисовать надо. Так в Священное Писание к такому образу доказательств приходит. И что? Ничего. Он ходатайствует за нас воздыханиями, недреченными, как и мы. Мы не знаем, как и что. Но он ходатай. Не Божья Матерь только. И она ходатайца. Не только святые. Все. Ангелы. Я молюсь ему. Почему же? Если ангел был рядом или ушел, а им дано это знать. А как знать? По милости Божией. Ездра это знал в Ветхом Завете, а нам как не знать? Мы больше того знаем. Ну и, конечно, называть я гляжу вас, сегодня тут баталия развернулась. И Евгений там все это... Он правильно говорит, Евгений-то? Только не празднование иконы. Иконы, говорят, все разные. Вот в чем суть-то дела. И тут что угодно. У католиков свои. Не иконы. Икона никакого отношения к этому не имеет. Это просто нам костыли даны. Если бы икон не было... Ну как? Их не было еще теперь. Ну не было такие... Для христиан, для первых-то. Ничего не было. Храм был разрушен. Все. Больше нигде. Об изображениях Лука нарисовал вилами по воде. Это не надо. Ну говорить можно. Ну доказательств абсолютно никаких. Вот пояс Богородицы. Тысячи доли процента нету, что это ее пояс. Да и хотя бы так. И что? Господь бы сказал это. Когда Павел был живой, пояс на кого опоясывали? Его, с него, здесь. Он изгонял болезни. Да было, было. Вот или еще. Ну а кто воскрес теперь от прикосновения? Сколько там к мощам? Как нанотехнология расщеплять до атома? Как Андрей Кураев говорил. Вот теперь все мы видим, куда мы приступили. И подумай, это я, живущий на земле. Я червь, а не человек. И вдруг мне это Господь говорит. Я должен это все воспринять. И нас уже здесь нету. Мы граждане неба. А почему? Не отозвал еще Господь. Надо успевать то, что мы здесь находимся. Не думай, а еще я долго буду жить. Не знаешь. Поэтому каждый день считай последним. И с чем предстанешь? Вот так. Там что еще? И крови, крапления. Вот это пояснить надо. Крови, крапления. Вот в Ветхом Завете крапели кровью, которая освещалась все. А теперь кровь, крапления Иисуса Христа. Мы как бы под крестом стоим. Гнев Божий падает на нас, а мы под раскинутые руки Христа. И капли капают на нас. Он прикрыл нас. Мы спрятались от гнева Божия. И оттуда уже мы пьем. Отец Небесный, из-за меня Христос умер. А Он крыльями защищает нас. Что такое любовь, превосходящее разумение? Что и широта, и долгота, и глубина, и высота. Иоанн Золотого Святого подробно и говорит. Широта от погибельного мира захватывает всех, к себе привлекает. Нам это и надо. Крови его... А у нас где-то кровь есть? Нету. Он говорит, в Ветхом Завете была кровь агнца для очищения. И без пролития крови нет отпущения грехов. Павел тут еще раз подчеркивает. Ну и 1 Иоанна 1,7. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Ну, с двумя предыдущими словами. Если ходим во свете, как он? Во свете ходим и приступаем во свете. Имеем общение друг с другом и со святыми его. Тогда не один, двое или трое собраны во имя его. Чтобы молитва дошла. Вот это доказательство, двое, трое, вторая часть условия, что кровь ощущает. Как раз об этом и говорит. Двое или трое об одном просят. Почему? Так у Бога было заповедано. Двое или трое свидетели должны быть. А когда Господь говорит, да и клянется Бог, а Богу нечем было доказать. Он клянется. Это два уже получают. Он сказал, а теперь поклялся, как второй свидетель. Так интересно. Клятва за, как будто это что-то воплощенное. Да. Ну если слово Божие тоже живо и действенно, то клятва-то вообще. Да. Я хотел сказать, как свободное время, картинки закончите. Потому что хорошо получается и кто там еще так сделает. Замечательно. Я перекачал. 31, кажется, уже есть. Ну 55, понятно, что осталось 24. Конечно. И вот кровь и крапление, говорящий лучше, нежели Авелева. Вот у Авелева. Авелева говорила, вопияла, требовала возмездия. Так и здесь. Кто ее не примет, с чем они будут? Кем они объявятся? Кровь его не принята. А его земля приняла и проклят от этого. А кровь Христа освещает, снимает всякое проклятие, говорящие лучше. Вот когда говоришь, а при чем тут кровь? Ну, откуда ты знаешь, что он Агнец? Это же впереди было. А эти мусульмане режут баранов. Ну, зачем режете-то их? Вот теперь показываем. А вон Агнец Божий. Овен. Безгласный перед Срегущим. 53 глава Исаии. Они ничего не знают. Я вопросы задавал. Говорю, вот в Дуайт пишите же, Давид. А поясните, почему самая большая по размеру книга, 150 псалмов, и основатель вашей религии ни одного псалма не написал? Ну, просто ответьте. Так, так. Не в имени же это красота. А он царь, пророк, псалмопевец Давид. Весь мир знает это. Весь мир. На всех языках мира переведена Библия. А в вашей священной книге, ну, хотя бы один псалом. А почему? Потому что все, что ему кто открывал, он любознательный был, основатель вашей религии. Он купец был, везде ездил, и все слышал, понравилось что-то. Ну, на слух-то, кто говорил о Давиде, да и сегодня кто будет говорить? Ну, подтверди псалмому, а я не знаю. А с собой-то небо, да и не запомнишь. И поэтому, где он что вот это делал, видел, макушка взял, я говорю, Сулейман, это Соломон, да. И главное, что они пишут в Коране-то, какие чудеса были, какой у него порядок был, ничего нет. А то цариса Савского, ну, хватил. А теперь надо посмотреть, что у ней там под подолом. Ну, это даже смешно сказать. И он такую сделал, такую площадку сделал, в комнату заходить. Она зеркальная такая. И она зашла, подумала, что вода, идти надо. Она подол подняла. А то снизу-то отобразилась. То есть Соломон такой был, что это же здесь. Цариса пришла, и он, что только под подол заглянуть. Это у них придумка такая. У нас ничего подобного нет. Вот кровь Авеля. Она же вопила к Богу от земли. О возмездии. А как? Да, о возмездии. А здесь кровь Христа, получается, вопиет о прощении? О прощении. Так что ли, понятно? Да. И об ответственности тех, кто не примет. Миллион крат страшнее, чем тогда было. Тогда убили, а здесь вечная мука. Говорящая. Кровь говорящая. Вот понимаешь, как? И неоднократно вопиют перекладины в Священном Писании есть. Голос жертвенника, жертвенник, жертвенник начинает к нему обращаться. Мы должны это понять. Господь так все сделал, что мы задумались об этом. И вокруг нас свидетели, которые видят нас. Вещи наши, то другое. Почему? А тряси пыль. А при чем тут пыль? Ну, хороший следователь. Если он будет рассматривать какую-то одежду, и откуда пришел, он скажет, примерно вот так. Вот эту плащаницу считает, что изображение Христа. Что покойный? Да. Отобразилось, да. Но как доказать-то, от кого это отображение-то? Тут никто не может сказать. И поэтому, что там не краска какая-то, а кровью пропитана. Но между нитками, которые поперечиной идут, обнаружили пыльцу с растений, которые же растут в Палестине. Не в Потеряевке. Пыльца. А пыльца это не зерно, там ее и не видно. Но, однако, сумели рассмотреть. И поэтому пыль, когда мы отрицаем, то это означает, ваша пыль, вот она, моя пыль, я приходил к вам, приходил, вот она, пыль, которую только потеряют, и нигде ее нету больше. Мы отрицаем ее. А вы скажете, только в Казани. Как наш Нину Жел, наверное, не приняли, где она вышла. Уезжает домой, там еще же было. Не приняли, она говорит, давай там трясти прямо на остановке. Это вот вам свидетельство. А пыли-то у нас хватает. Ударишь по себе и скроешься в пыли. Враги не увидят тебя. А вот дальше апостол Павел говорит. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголищего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес. Вот теперь все это подвел к тому, что было раньше и от чего отвратились они. Вот все узнают, какой у вас закон, и скажут, какой мудрый народ, умный. Что исполняют. А что сказать о нас? Вот я разговариваю, люди говорят, а вы говорите о себе. Ну а ты не говоришь о себе, у тебя ничего нет. Вот сегодня два ролика я выставил только. Сегодняшние клиенты у меня были. Ты прослушай до конца, как я постепенно его заинтересовываю. Он понимает, это невозможно сделать. А теперь я уже перевожу его, показываю Библию, его книгу и дальше. Ну у них опыта никакого нет. У меня только в миссионерской поездке выступление было 650. 650. Незваный, неизвестный. Я должен вызвать доверие к себе, а дальше к книгам. А теперь я доверие к Библии вызываю и сразу к Господу Богу, что я не шарлатан, не с улицы, а прямо так, как есть. Верой несу это игорь. Вот сегодня один, как увидел меня в чатру ветки, он говорит, о, Лапкин. А что, я уже три года на вас подписан. Ну ясно дело, какой разговор идет. Уже не один раз это было. Значит, ну там немного сегодня у них было. 75 тысяч человек в тот момент, когда я был. Ну вы буквально штурмуй. Некоторых прям, они, ну просто не хотят ничего. Ну вы его прям штурмуете, штурмуете, штурмуете и раз, зацепили. И повели, повели, повели наверх. А которые начинают, что-то говорят, у них ничего нет. Вот сегодня такие же были двое. Потом раз и сразу. Или там женщина, девица одна, ребятишки. И вот каждому подход. Каждому. И вы заметите, как тонкая линия эта нить идет. Вот вы заметили это раз. И в это время что-то делается. Ну и молишься, конечно. А сколько не принято. Ну это отбросы, не прописаны на небе. Я только эту фразу повторяю. Если он прописан был бы на небе, он бы принял. Значит не прописан. Нет его там. И поэтому его упрекать не надо, ничего. Сказал ему, и что говорит Писание. Голос Божий он должен расслышать. И тут он опять сравнивает. Если там было такое наказание. Так подумайте, когда в миллиарды раз больше нам верено. И мы имеем доступ такой свободный. Притом каждый день. Я каждый день всю жизнь могу приступать. Как рада живому. Духом праведников. Кровью Христа говорящим. Более чем Авелева. А дальше что за это будет? Если я не приму. Или буду недостоин. Или пренебрегу. Это очень сильное место. Она охватывает всю историю Библии. От корки до корки. Ну вот мы получается приступаем верой. То есть вере. Мы это верим в это. Правильно? И как бы мы это не видим и не чувствуем даже. Но мы вере это делаем. Мы прямо говорим. Приступили к ограду Иерусалиму. Так у нас молитва. Светися, светися. Новый Иерусалим. То, что впереди было. Сион это в молитве пасхальной поется. Врата неба открыты. Мы прямо разговариваем. Обращаемся ко всему Иерусалиму. Когда вдумаешься об этом. Это мой язык говорит об этом. Господи Боже мой. Как ты дивно велик. Я возвеличил. Ты возвеличил слово свое. Которое дороже всякого имени твоего. Превыше. Вот дух, душа и тело. Вот этот вопрос. До того как я с вами познакомился. Я читал труды Феофана Затворника. Пытался разобраться. Схемы делал. Схемы. Потому что мне было непонятно. Я разбирался, 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 разбирался. И мне так сложно было. Но когда я почитал по поводу ваших трудов. Вы просто там за минуту разъяснили. И все понятно стало. Все на место встало. Но как же так и не ошибались. Это для слова Божия не от УЗ. Там газета правительственная. Тогда называлась Копейка. А теперь кажется Ведомость. Или как называют. И он заметил это. Журналист. Очень сильно расположен. И эпигром взял. Сеявшись со слезами. Будет пожинать с радостью. Вы найдете это. Вот. Его. И вот он об этом говорит как раз. Вот понимаете, говорит. Лапкин как раз самые трудные вопросы. Так просто разрешает. Ну проще некуда. Чтоб любому было понятно. А не то, что вот идут со света. Евангелие выходят. Перед ними свящу тащат. Зачем она когда свет есть? Свящая это означает Иоанн Креститель. Да что ж зашифровываете-то? Почему не сказать? Сказать Христос пришел, а перед ним был. Уже Евангелие выносить не надо. Ничего не надо. Выше головы орет стоит. А то в этом все говорили. Говорил я. О Ростоне есть. Якуба Колоса. И он пишет. Диакон как начал, говорит, говорит. Как шмель в гупле. Ого-го-го. И в конец говорит. Таким ревом разразился. Что говорит. Казалось у него или пуп оторвется. Или он сделает то, чего в храме делать нельзя. А такими забываниями заканчивает. Когда считает что-то. А там протодиакон или что. Вот это анафема. Когда считаешь. Ну о чем он пишет в этой анафеме-то. Рассказ. Ну о том, какой был там диакон. Там протодиакон. И как это было. А что было. Как они его голос этот выбирают. Да все такое. Так он говорит. Когда пел. Паникодило звенело. То есть эти все стекляшки. На люстре звенели от голоса. От сотрясания его. Ну это так я даже делал. И поэтому. А вот. Пасание близко тебе будет. В любом вопросе. Снова теперь. Когда войдешь сюда. И ты видишь. Какая красота. Вот какие сложные вопросы. Я когда насчитывал. Святые говорят. Я над ними задумался. Зачем они так. Вот о совести. Вот я просто. Фразу говорю. Совесть. Это тот участок души. Через который слышится голос Божий. Все. Одно предложение. А он целый том пишет. Дух. Душа и тело. Если это все разное. Триада. То хорошо. Когда человек умирает. То ангел берет. Что душу или дух. Душу. А когда считаем. Пал оптор к Евтиху из окна. Апостол Павел. Пал на него и говорит. Не беспокойтесь. Душа его в нем. Душа. Душа. Да. Вот смотрите. Еще хотел вас посоветоваться. Вот. При разговоре. С еретиками. С сектантами. Вы говорили. Что перед этим. Не надо настраиваться на победу. Да. Да. А как тогда настраиваться. На что тогда настраиваться. Если не на победу. Настраиваться на то. Что перед тобой брат. Чего-то недопонимает. Ты ему открываешь двери. Повалить его можно. Сразить. Высмеять. Но ты его потерял. А ты просто открывай ему потихоньку. А не будет победы. Он не примет. Не примет. Победы-то и нету. Когда он во всем признает свое поражение. Но победа была у гитлеровцев. Когда под Москвой были. Наполеон взял Москву. Не было победы. Победа будет в другом месте. После Аустерлицова сражения. Только там. И здесь. Курская битва. В Сталинград. Рога сломили. А дальше уже пошло. Сегодня я считал про одного маршала. Забытый маршал. Единственный маршал. Который завоевал пять столиц в Европе. И ему героя не дали. Его на самые сложные участки бросали. Он всегда выигрывал. И он долго размышлял. Смотрел. Как обмануть противника. Тысячи танков. Фанерных сделает. А обмануть. В каком месте прорыв будет. Толбухин. Толбухин. Он был толстый. Всего пятьдесят пять лет жил. С собой жену возил. По фронтам. Видите. Свою жену. И чужую. Но это тоже между делом. Так сказал. Ну я говорю это. Да. Я говорил. Говорил и отвечаю за эти слова. Я по-другому никогда не говорил. Если у меня письма сохранились еще. Где-то переплетенные. Которые я писал письма. В первый год был на корабле. Не в первый год. А в первые дни. Как уверовал. Когда Евангелие дали. Как будто я сегодня. У меня ничего не изменилось. Такой константы. Просто трудно найти где. Маленько проходит время. Но я теперь вот подправился. Теперь понимаю и так. Серафим говорит. Когда Дух Святой оставлял меня. Я говорил неправильно. Это не житейские дела. Священное Писание. Бог сразу открыл двери. Я туда вошел. Вошел, сел. Я не уйду, Господи. Буду учеником. Это и удивительно. Это и удивительно. Что вы остались. Вот как уверовали. Так и не изменили. То есть и идете вот на этой константе. Потому что. Ну и кого не видишь. Кого не смотришь. Кто уверовал. Там через 10 лет его встречишь. И там уже другое. Все другое. Само себя я смотрю. Я когда уверовал. Еще в самом начале. И сейчас другое. Это разное. Абсолютно разное. И притом не в лучшую сторону. Сейчас уже в лучшую. Но вот раньше не в лучшую было. То есть на тебя действует и мир. И вот какие-то другие. А вы не изменились. Вот это для меня явилось основным практически. Потому что стабильность. Это Бог так делает. Это редко. Это очень и очень редко. Когда учатся. Я столько-то понимал. В семинаре дальше он идет. И куда его ведут. Он вихряется. У меня не было. Я с первого дня восстал против всего. Что противоречит Святой Библии. С первого дня. Вот как будто я много лет учился. Я много учился. Совсем не в этом. Я испытывал. А что там Кришнаица. А что такое даоцизм. Все вникал до самой сути. Убил. Не просто так. И Ленина. На работу приходил. У меня Тома-2 с собой Ленина беру. Какой верующий. Кто там. Осипов что ли. Он еще не знает. А я все сравнил в то время. Потому что было с чем сравнивать. Смотрел. Я понял все человеческое. Божественно все меня привлекло. Ничего не скрывается. Вот даже Давыд два греха сделал. И все об этом пишется. Зачем? Никто бы и не знал. Спустя три тысячи лет все ему солят. Абраам. Там тебе там будет. Ты будешь под фароном. А мне хорошо будет. Вот понимаешь как. Да то он объяснил. Ничего не сделаешь. Потому что знают природу египтян. Какие они есть. Я вот это все сразу же. Ну так Бог сделал. Как будто я учился и давно знаю это. Я отвечал. Смотрел. Место с местом сравнивал. Я теперь вспоминаю все как было. Вот утрами Сергей Павлович считает по церкви вопросы. И в конце мои стихотворения. Вот я будто первый раз их вижу. Настолько всеохватно все взято. И все к одной цели. От первой и вдруг последней строчки поворачивает все в круг. Никогда не написать мне это. Вот я жду Илью-то Вечкутова. Тоже жду. Он все хочет хорошо сделать. Микрофон там какой-то студийный запись. Что-то ищет там. Ну что ты. Время уходит. Ты должен испытать его. Посмотреть. Ну ждем. Ждем. Я ему пишу. Ну да. Вот стихи. Вот у вас такой стиль есть. Который ни у кого нету. Это прямой. То есть безвели они прямой. То есть вы говорите прямо. Прямо как есть. Раз и все. Прямо. Если допустим я какую-то информацию прочитал где-нибудь. То я как-то ей не особо верю. А сейчас я изучил ваши труды. Когда я понял, что если у вас это написано. То сто процентов это подтверждено. Сто процентов. То есть вы не можете это и солгать просто. И даже проверять не надо уже. Потому что уже много я проверил. Много-много из вашей информации. Которая у вас включена. Оказалось, что вы своего-то ничего не пишете. Вы даете вот этот. Я сказал это. И я поднял целые пласты забытые нами. Я подтверждаю. Это житиями святыми, канонов. И вот сегодня которые спорили. Не надо. Уже сказали все. А он не будет праздновать. Ну и это его выбор. И он еще плохого не сделал. За это не отмечается ничего. Ну и против не говори. Я там привели как раз это. Только ты не противоречишь. К погибели это не пойдет. А они любят праздновать. Пусть празднует. Ты во время занимайся Словом Божиим. И празднуй первообразу. Да. Что ты там изображал. Да. Еще вот такой вопрос один. Вот почему Господь Постоянно запретил Израилевскому народу В союз вступать с Египтом. Вообще всегда и Вот эти колесницы По-моему нельзя использовать Было запрещено. Или лошадей было запрещено использовать В Ветхом Завете. Ну вот мы считаем Когда Иеремия 36 глава Кажется Реховиты были Ну и он Призови их Господь говорит Налеем вина Он налил угощай Они не берут Почему? А наш отец умирал Сказал не пейте И вы слушаетесь Да у нас вообще На столе не бывает это А дальше Что он какой еще может На когда сказал Говорит Засевайте поля Вот тут И что шатры То есть дома не строите Да как это так А вот придет время Придется все бросать У вас ничего и нет Мне вот как Реховиту Так все это было С первого дня Я быстренько высчитал Услышал Общался с людьми Которые сидели Я сразу себе выписал То это отнимают На этом играют Вот это давят Диплом прочь И все остальное Пока они не пришли Я лишился этого убрал И меня поэтому Начинают они Шантажировать А я говорю Так этого нет Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok